Ребята, сегодня говорим с вами про сахарный диабет и главное, что нужно знать. Напоминаю, вы с медицинским психологом, здесь про натуропатию и психологию. Если у вас в анамнезе или вообще в принципе есть диабет, то важно обращать внимание вот на какие простые-простые моменты. Во-первых, конечно, вы уже все знаете про еду, про саплименты, но есть еще такой момент, как момент стресса. Напоминаю, что есть люди, у которых диабет в принципе обусловлен пищевыми привычками, образом жизни, а есть люди, у которых это обусловлено состоянием психики. Даже если обычного человека посадить на какую-то должность, в которой он может не справляться, в какую-то ситуацию, в которой он может достаточно долго не понимать, как ему выйти из этой ситуации, соответственно, этот человек начнет нервничать. Что происходит при высоком постоянном кортизоле? Повышается инсулин и, соответственно, при повышенном инсулине человек сжет свой белок. Это очень неприятная история и лучше такого не делать. Когда вы чувствуете, что у вас есть в течение дня перепады сахара, это нормально, это есть у каждого человека. Но когда вы ощущаете, что это не от продуктов, это на уровне стресса, уровне истощения, в дефицитах, проблемах с двигательной активностью. То есть человек сидит за компьютером круглые сутки, и у него, соответственно, тут уж все органы сказали, привет, пойдем погуляем. И, соответственно, это настолько сильно влияет, что человек бывает застревает в этой истории. Соответственно, как выйти из такой серьезной ситуации? Понятно, диета, понятно все остальное, но самое первое, о чем я говорю со своим клиентом, это про базовые моменты безопасности. То есть такому человеку важно принимать правильную пищу в достаточном количестве в определенное время и при этом не испытывать стресса. То есть факторы стресса мы с ним прорабатываем. Сахарный диабет во многих случаях еще и, бывает, активизируются на фоне тревожных моментов, когда постоянно какой-то стресс, 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 и человек, опять же-таки, не выдерживает. Происходят моменты непонятные. Хочется с ними справиться и, соответственно, справляется. Про поводу саплиментов я уже говорила, какие можно использовать. Гарциния камбожская, можно использовать витамин D по анализу, можно барбарин использовать. Ну, в общем-то, целую кучу я давала своим клиентам. Но хочется сказать вторую историю, что если не нормализовать вот эти качели, свои качели гормональные, эмоциональные, то они создают большие-большие проблемы, большую нагрузку. Поэтому это очень такая серьезная история. Пожалуйста, отметьте и постарайтесь сделать выводы о том, что вам нельзя нервничать, вам нельзя не досыпать, вам нельзя быть бесконечно голодным, вам нельзя эмоционально встревать во многие конфликты. Это приводит, опять же-таки, к повышению сахара в крови, что влечет за собой неприятные последствия. Пишите вопросы.